Приветствую всех! В этом ролике расскажу о истории вселенной скама. Да-да, таковая имеется. Разработчики не поленились создать свой собственный небольшой лор, где объяснили даже некоторые игровые механики, которые могут показаться игрокам странными. Я ничего не придумывал, всё это писали разрабы, ещё в далёком 2018 году, когда вышла открытая альфа. Ссылку на данный материал я оставлю в описании, если кому-то будет интересно ознакомиться с первоисточником. Он на английском языке. Итак, давайте погрузимся в эту полную трагизма историю. Недалёкое будущее. Это время нового мирового порядка. Крупные частные корпорации взяли полную власть над миром и его ресурсами. Страны и правительства всего лишь пешки корпораций. Весь мир объединился под властью жадности к наживе. В истории человечества не было большего разрыва между богатыми и бедными, между элитой и остальным населением. Все люди были превращены в рабов, которые трудятся во благо привилегированной верхушки, которыми являются один процент. Они считают себя правителями земли. Большая часть населения недовольна текущим положением дел. Уровень преступности и беспорядков зашкаливает. Репрессии со стороны полиции и вооружённых сил держат ситуацию под контролем. Но всё больше и больше людей начинают игнорировать правила, открыто демонстрируя своё неповиновение и призывая к справедливости. Все они объявлены преступниками, террористами. Элита хочет держать ситуацию под контролем и сохранить существующий строй любой ценой. Смертная казнь была объявлена даже за малейшие преступления. Но это не сильно помогло улучшить ситуацию. Наконец, предложение поступило от ТЭК-1. Это глобальная телерадио-овещательная компания, которая предложила проект Остров. В будущем его назовут скам, то есть отбросы. Решение было банальным. Вместо того, чтобы ещё больше угнетать людей, было создано специальное телевизионное реалити-шоу, которое будет транслироваться 24 на 7. Концепция, многократно проверенная в ходе всей мировой истории, снова сработала. Пока людей развлекают, они забывают о реальности. Как говорили в Древнем Риме, хлеба и зрелищ. Сам остров был выбран не случайно. Он расположен в отдалённом месте, вдали от обычных морских транспортных маршрутов. До проекта скам население острова составляло около 200 тысяч человек. Есть несколько городов, включая огромный мегаполис, множество небольших поселений и деревень, ферма, аэропорты, военные базы, промышленные зоны и, конечно же, тюрьма. Это зелёный остров со средиземноморским климатом. Леса и поля полны дикой природы. Его прибрежная зона усеяна прекрасными пляжами, отелями и курортами. Вся эта местность была превращена в зону отчуждения, чтобы создать эффект настоящего постапокалипсиса для тех, кто будет здесь выживать. Население начали выдавливать всеми возможными методами. В этом не было ничего сложного. Там, где есть деньги, есть и выход. При содействии местных властей, корпорации начинают увольнять жителей под предлогом того, что дела идут плохо. Не имея работы и стабильного дохода, люди сами начинают покидать родные края. Но далеко не все были согласны так просто бросить всё, ради чего они жили и трудились. Для них была уготована страшная участь. На химическом заводе происходит несчастный случай, в результате которого токсичные материалы распространяются по воздуху и воде. Это приводит к эпидемии, и вскоре люди падают замертво, как мухи. Создаются карантинные зоны, все больные и инфицированные успешно нейтрализуются. Тем, кто всё-таки выжил, предлагается небольшая плата в качестве компенсации за переезд. Естественно, люди соглашаются и уходят. В то время как остальные не согласны, просто исчезают в ходе последующей операции по зачистке. Как только спецоперация завершается, правительство заявляет, что бывшие жители не заинтересованы в возвращении в свои дома, так как данная область непригодна для жизни. После этого местные власти сдают остров в аренду корпорации ТЭК-1. Для целей шоу весь остров превращен в хорошо охраняемую зону. По всему району устанавливается радиовещательное оборудование, в том числе огромное количество летающих дронов. И затем остров заселяется современными гладиаторами, то есть заключёнными, которых приговорили к смертной казни. Самих заков небольшими группами сбрасывают с неба на парашютах и оставляют строить своё собственное новое жестокое общество. Как вы уже догадались, заключённым может оказаться абсолютно каждый человек. С явными отморозками и настоящими отбросами общества выживают обычные и простые люди. Но, конечно, те, кто не обременён моральными принципами, имеют преимущество. После высадки на остров заключённые предоставлены сами себе. Кто-то выживает отшельником в лесах и горах. Другие объединяются в кланы и терроризируют других выживших. Царит полная анархия и хаос. Помимо брошенного здесь вооружения и провизии, ТЭК-1 сбрасывает аэрдропы, в которых находится дополнительно оружие и боеприпасы, а также провизия. Назвать проект скам голодными играми нельзя, так как концепция таких игр подразумевает победителя. Здесь таковых нет. Бедолаги брошены сюда навсегда. Выйти можно только одним путём – умереть. Для целей шоу осуждённым имплантировали блоки управления – БЦУ-2, которые подключаются непосредственно к их спинному мозгу. БЦУ – это самые первые серийно выпускаемые биоинженерные устройства искусственного интеллекта, способные управлять любыми видами живых организмов. БЦУ-1 первоначально использовался только в медицинских целях – для поддержания жизни пациентов с повреждением головного мозга. Однако затем была выпущена модернизированная версия для промышленных и военных целей. Эта модернизированная версия, так называемая БЦУ-2, представляла собой радиоуправляемый блок с большим количеством опций. И он мог заменить все функции мозга. Это означает, что как только настоящий мозг умирает, компания может легко завладеть телом субъекта и управлять им с помощью простого программного кода. Обычная практика использования БЦУ заключается в том, чтобы взять контроль над телом, когда субъект умирает. В этом случае БЦУ начинает активировать все программы. Устройству требуется всего несколько минут, чтобы возобновить все функции организма. Как только это произошло, труп возвращается к жизни. Чтобы оставаться в рабочем состоянии, устройство должно обеспечивать достаточный приток энергии за счет потребления пищи. Субъекты, контролируемые БЦУ, запрограммированы на нападение на живых заключенных. И они питаются их плотью. Проще говоря, ТЭК-1 создала настоящих живых мертвецов. Зомби. БЦУ оснащены локаторами и небольшим зарядом взрывчатого вещества, которое активируется при попытке извлечь устройство. Заключенные должны выживать на острове в нечеловеческих условиях. Нет никаких правил, никакой пощады. Более того, за убийства других людей начисляются специальные очки славы. Это повышает рейтинг заключенного в рамках телешоу. Очки дают не только за убийства, но и за прочие действия в процессе выживания. Хотя насилие и жестокость всегда привлекают большее внимание зрителей. Положительные персонажи редко остаются в живых. Очки славы имеют некоторые особые преимущества, такие как предоставление возможности воскрешения. Это означает, что как только заключенный получит определенную известность, компания предложит ему возможность клонирования, если тот умрет. Из-за его популярности он будет возрожден после смерти и вернется в шоу. Периметр острова тщательно охраняется. Многие пытаются сбежать. Однако официального подтверждения того, что кому-то это удалось, нет. С другой стороны ходят слухи, что в течение первого сезона было несколько успешных побегов. Также есть слухи о том, что заключенные создали на территории острова тайную организацию под названием «Отступники». Они объединились для борьбы против корпораций. Самые настоящие повстанцы. Но до сих пор правительство не подтвердило и не опровергло существование движения сопротивления «Отступники». В первом сезоне несколько исключительно положительных персонажей объединились, чтобы выжить. В конце концов, группа стала более крупной, влиятельной и достаточно сильной, чтобы начать преобразовывать хаос в хорошо сбалансированное общество. Достаточно скоро аудитория начала считать их героями и среди простых людей зародилась надежда, за которой последовал рост неповиновения правительству и правящей элите. Поскольку отмена шоу разозлило бы людей еще больше, продюсеры решают предоставить положительным персонажам более сложные задачи выживания. Лидеров группы пытаются устранить любыми доступными способами, но им всегда чудом удается остаться в живых. Рейтинги шоу взлетают до небес, и весь мир начинает смотреть скам. Все заканчивается тем, что лидеры группы исчезают в конце первого сезона, и их судьба неизвестна до сих пор. Но продюсеры делают все, чтобы удерживать аудиторию. В последующих сезонах были добавлены новые функции, которые и без того усложнили выживание. Компания ТК-1 начала контролировать популяции зомби. Они могли бросать целые орды на базы самых крупных кланов и объединения людей. Компания даже может менять погодные условия на острове, вызывая природные катаклизмы, лесные пожары и прочие бедствия. Конечно же, к такому испытательному полигону быстро присмотрелись военные корпорации, которые стали испытывать все свои новинки на острове из заключенных. Так появились военные роботы, а также невиданные ранее биоорганизмы, или проще говоря, настоящие мутанты, машины для убийства. Конечно же, толстосумы из правящей касты тоже не прошли мимо. ТК-1 стала устраивать им туры на остров, вооруженные до зубов. Они устраивают охоту на заключенных, творят настоящие бесчинства, на которые не способны даже заключенные острова. Все это транслируется в прямом эфире на потеху публики. ТК-1 стала самой богатой и влиятельной корпорацией в мире, которой она является и по сей день. Шоу продолжается. Реки крови льются по измученной земле острова. Никто не хочет оказаться в таких условиях. Новый мировой порядок продолжает править планетой.